Ну и о политике далее с Юрием Луценко поговорим. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Самый главный вопрос к вам, ну а чего же все-таки ожидать от следующей недели, потому что, знаете, мы тут уже... Вечер добрый, дякую, что приехали. Просто политики, которую неделю уже прогнозировали, что вот Рада соберется, будет отставка, будут новые назначения на наступном тижне. На життя вы чекаете, что снова будет ваша классическая фраза «Здравствуй, кролик, третий срок». Этот тиждень также выявился «Тижнем сурка». Помните, этот чудовый американский фильм, где главный герой каждого ранка прокидался в том же дне. По-новому, по-новому и по-новому. Мы также каждый тиждень проводим «Тиждень сурка», когда умовление до Народного фронта погодиться с необходимостью изменения уряда, которому отмолил доверие и общество, и парламент, не даёт позитивного решения. Как известно, Арсений Петрович Аценюк заявляет, что он пойдет при условии, что будет кандидат в премьеры, у него будет 150 голосов, и фронт приедается к этих голосов, а также у него будет программа, которую поддерживает общество и наши международные партнеры. Окей, я забрал лидеров фракций нынешней и колишней большинства, пять фракций, и предложил им сделать элементарный анализ ситуации. Первый вариант. Кто из вас хочет идти на доступные выборы? Кто сказал так? Четыре сказали, что мы против. Фракция «Батьковщина» заявила, что она утримается. То есть она не против. Окей, раз, четыре фракции готовы работать дальше. Давайте работать. Есть два варианта создания нового уряда. Первый вариант, который предлагал президент. Создание технократического уряда на челе Зерезько, которая готова запропонировать состав Кабинета Министерства и других органов виконавчей влады без консультаций с фракциями парламенту. Кто за? Самопомощь говорит, что мы готовы голосовать. Я говорю, что вы готовы создать коалицию под такую кандидатуру? Нет, в коалицию мы ни в какую не входим. Вы создаете коалицию? Нет. Окей. А именно коалиция должна подать президенту кандидатуру. Кто готовы создать коалицию под технократический уряд? Народный фронт сказал так и БПП сказал так. Батьковщина? Нет. Радикалы Ляшка? Нет. Значит, такой уряд стае неможливым. На Гройсмана сгоднее? Но жить надо. И поэтому говорю, окей, раз нет такого выхода, и раз мы все понимаем, что нынешний уряд мы не поддержимаем, до выборов мы не идем, технократии мы наймаем, значит, тогда мы должны создать новый коалициональный уряд. В имени наибольшой фракции я внес кандидатуру Володимира Гройсмана, который мог бы быть следующим премьером. Конечно, это нужно говорить на всех фракциях, включая нашу принятие официальное решение и идти дальше. В понеделок будет заседание всех фракций, и мы ждем решения БПП. Я могу спрогнозировать, что она поддержит пана Гройсмана. Мы ждем решения Батьковщины, и по предыдущим данным она готова создать коалицию под пана Гройсмана. И, конечно, мы с нетерпением ждем заседания фракции Народного фронта, которая, получив все условия, которые они выставляли, должна быть визначитесь. Есть кандидат, есть программа, и, наконец, есть 150 голосов, которые вместе с Народным фронтом создадут коалицию. Пан Яценюк мог бы у второго года поставить на голосование свой votum доверие, або в другой способ оприлюдить заявку по представке. После этого мы могли бы подписать коалиционную угоду, внести премьера, и страна получила нового кандидата премьера. В середу этот новый премьер провел бы консультации с фракциями, в четверо мы бы проголосовали за новый склад уряда. Это оптимистичный вариант. Так делают в нормальной стране, которая хочет закончить с политическим безвладением. Украина уже два месяца хочет декларативно закончить с политическим безвладением. Вы рассматриваете вариант, что, например, не будет 226? Что не напишет заяву тот самый Яценюк, который уже два месяца обещает, и напишет? Я выполнил все условия Арсенея Яценюка и Народного фронта, запропонировавши кандидата программу и склад коалиции. Теперь вся страна может пересвечиться, кто чипляется за кисла, кто хочет рухать страну. Если Народный фронт найдет еще 101 причину, почему на этом неделе это голосование не происходит, я лично, как Луценко, выйду из коалиции и думаю, что не менее 100 моих коллег сделают то же самое. Это открывает, на жаль, дорогу до выборов, потому что страна не может быть заручником одной или несколько человек. Я думаю, что изменяя премьера от БПП, а глава Верховной Ради от Народного фронта, отвечает на вопрос баланса влады, с тем, чтобы не было узорпации влады. И мы официально запропонировали Народному фронту дать кандидата на голову Верховной Ради. Я знаю, что у них есть много хороших кандидатов на эту посаду. И это дало бы ответ на то, что никто не собирается узорповывать вкладу. Просто нам надо обновить общественную доверию, обновить парламентскую коалицию и рухать страну до лучшего жизни. Мы не имеем права просто спостерегать за бесконечными политическими деревьями. Далее это невозможно. Для меня лично, это червона линейная. Далее, эти недели 40-летие не могут продолжаться. Або реальные изменения, або, на жаль, гирший вариант потрясения для страны через выборы. Но, в результате, это также метод изменения ситуации. Юрий Витальевич, чтобы с двумя вопросами разобраться, Вы, уверенно, человек, я уверенно запитаю. Стосовно ваших коллег, которых сейчас БПП решила избавить мандатов, почему это? Потому что в версии много, там Фейсбук выбухнул. И, по-друге, что к Генпрокурору. Многие сказали, что отставка Генпрокурора будет связана або пакетом, або в тот самый день, когда отставка премьера. Какая там ситуация? Какие договоренности? Первое. Наши фракции, пока я керую нею, все депутаты имеют свободу слова и даже свободу голосования. Это не совсем воспринимается с обществом. Они говорят, что вы должны голосовать вместе. Но, тем не менее, у нас такая разная фракция. И, поэтому, головой, я всегда не даю тиснуть на людей, которые имеют свою точку зрения. Они могут заявлять, что за угодно. Они могут голосовать, как считают персонально необходимым. Но, тем не менее, двум нашим коллегам этого выявилось за мало. Они перейшли табу, конституционную защиту на выход из фракции человека, который выбрана по списку соответствующей партии. Конституция абсолютно прямо пишет, что в таком случае повноважения народного депутата достроково припиняются. Дехто говорит, что на это нет соответствующего закону. Нагадую, что давным-давно Конституционный суд постановил, что Конституция – основный закон прямой действии. И, если ее положение, например, на мирное собрание, або на персональное голосование, не подкреплено соответствующим законам, все равно они действуют, как прямая норма Конституции. Таким чином, заборона на выход из фракции с списочником действует сегодня и имеет норму обовязковую. Люди, которые выходят из фракции, достроково позбавляються мандат. Наш з'їзд сделал именно такой выбор. Мне очень плохо. У меня добрые давние отношения с паном Томенко. Я не понимаю его обчинку, я не понимаю обчинку Егора Ферсова, но они его забили. Сейчас, чтобы уникнуть позбавление мандата, у них есть время для того, чтобы написать заяву и вернуться в фракцию. Что до генерального прокурора? Я думаю, что на этом неделе нужно закончить и эту историю. За пропозицию президента, генеральный прокурор Украины, втратившись у спильную поддержку, написал заяву про відставку. Пан Шокин сделал много прокуратур. Он действительно начал ее реформу. Но эту закастанивую систему не могу помнить изнутри. Я лично считаю, что реформа цієї напивмафиозної генерального Могильника не может провести никто, кто был прокурором. Я думаю, что это должен сделать человек со стороны. Человек, который должен получить политическую и особистую мощность сруйнувать эту взаимоповязанную систему круговой поруки. На жаль, пан Шокин, сделавшись много, я аналізую всех прокурорей перед ним, Шокин один из людей, который делал принциповые кроки. Тем не менее, недостатньо, чтобы люди отчули серьезные изменения. Он пошел в отставку. Я думаю, что в вторник має быть проголосована. Президент будет готовый до внесения наступного кандидата, согласно своих конституционных повноважений, сразу после решения этого вопроса. Кого он не знает, я не знаю. И главное, с Варкотю припините между самыми прокурорами. Безусловно. Когда главный генеральный прокурор пикетирует генеральную прокуратуру, это означает, что в Украине хаос. Больше того, хочу сразу сказать, что заявы про то, что идут какие-то репрессии о реформаторах сторон и консерваторах, не всегда отвечают дейсности. Насправді, никто не обшуковывал следователей группы пана Сакверелидзе. Никто не освободил их из работы. Самый Шокин письмово доручил остановить любые пробки таких действий. Но создание генеральной инспекции, на которой правильно наполягает пан Сакверелидзе, не может быть предметом митинга. Это предмет закону. И все депутаты, которые поддерживают пана Сакверелидзе, давным-давно должны были бы внести проект закону, по которому ввести право прокуратури на генеральную инспекцию, которая получила право чистить свои ряды. Потому что сегодня таких законных подстав на создание генеральной инспекции нет. Сегодня единственный орган, который может чистить коррупцию прокуратуры, Национальное антикорупционное бюро. И ясно, что оно не может с этим справиться эффективно. Поэтому я лично проведу нараду, на которой буду готовить. Так, проект такого закону. И уверен, что генпрокуратура должна получать законные подставы для создания инспекции, которая чистит собственных коррупционеров и отправит их справа в НАБУ для засудения. Это закон. И конкурс, чтобы набрать этих людей. И подписать результаты этого конкурса имеет новый генпрокурор, которого поддерживать общество. делать это сейчас, при максимуме недоверия к керевнице генпрокуратуры, безконкурсно, тех людей, которые выбрали человека с незрозумимым статусом, мне кажется, нелогичным. Давайте до політики повернемся, просто, чтобы уже достаточно разобраться. Насколько велико вероогидно, что ось той план, который вы рассказали, понедельник, вторник, середа, четверг, что это будет так, на что вы сподіваетесь, что нам бы хотелось, чтобы это закончилось ситуацией невизначенности. Есть такой чин, что и президент, который летит уже в середу Соединенных Штатов, действительно, как он будет разговаривать с первыми особами Америки, когда мы снова просим нам допомогти, мы просим дать новой транш, ну, нет уряду, дієвого уряду. Байду же, уряду Яресько или уряду Гройсмана, просто уряду, который бы работал. Этот чинник называется «Отповедальность». Я вижу много коллег, которые делят профили, делят комбинации, перестановки и всего прочего. Послушайте, зашлою, каждая выборная посада когда-то закончится. И депутатская, и премьерская, и президентская. И остается лишь то, что ты сделал для страны. Я, например, на фракции буду с этого начать. Не дивлюсь ни на что, мы должны говорить не про персонали, а про перспективы Украины. Краина остановилась, реформы остановились, люди живут очень тяжело, наиболее за все части независимости Украины. И находятся в вечере не того материального стану, а того, что никто не показывает перспективы. Ничего не происходит. И поэтому мы должны сегодня принять решение. Идеться не про то, что фракция ППП хочет иметь своего не было мать иншу, мы бы это сделали. Бо, звичайно, теперь вся ответственность будет лягать на президента и его фракцию, его представника на чале Кабміну. Мы это усведомляем. Но ховаться от этого не будем. Я бы пропонировал такой же ответственностью за государственный и общественный процесс керовать другим фракциям. Я слышу, что много наших коллег именно так делают постановку вопроса и в Батьковщине, и в Народном фронте. Но очень хотелось, чтобы он был завершен этого неделя. Потому что дальше затягивать эту бесконечную неделю 40 является безответственностью не просто гневным с точки зрения политики, но безответственностью до 43 миллионов стран. Далее так не можно. Спасибо за разговаривание. Юрий Луценко был на студии.